Казалось бы, скучная конференция со скучнейшим названием «Производство. Точка роста экономики региона в условиях импортозамещения». Но вот на экспертной сессии морекультура как компонент экспорта Приморского края страсти кипят нешуточные. А сколько комментариев к сообщениям интернет-агентства об этом внешне тихом и совсем не помпезном событии. Аккультура и в самом деле затрагивает многие и разные интересы в Приморском крае. Такое ощущение, что у чиновников, ученых и производственников язык один русский, но говорят они о разном. Вот выступает заместитель директора Департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Валерий Карко. Говорит, за 9 месяцев 2016 года в Приморье выращено почти 6 тысяч тонн морских гидробионтов. Считать, что он эти цифры взял с потолка ни в коем случае нельзя. За искажение и ложь в отчетности чиновникам грозит реальная уголовная ответственность. Так что эти 6 тысяч тонн действительно выращены. Но вот что говорит руководитель Ассоциации дальневосточных предприятий аквакультуры Александр Платонов. Вообще все эти цифры – это желаемые цифры. Вы должны понимать, что выращенные – это недопыты, это то, что лежит в воде. А вот если спросить, сколько же мы добываем на самом деле, выращиваем много, тысячи тонн. Хорошо, тут, наверное, налоговиков нет, которые бы спросили, куда деньги делят. Но в одном участники конференции сходятся. Морикультура в Приморье не развивается, потому что толкование этого бизнеса органами власти крайне противоречиво. И для Дальнего Востока нужен несколько иной порядок права применения закона об аквакультуре. Валерий Карко говорит, что развитию отрасли препятствует отсутствие единого перечня рыбоводных участков. Проблемы есть при их формировании и предоставлении. Нет и единой комиссии, которая бы определяла границы таких участков. Хотя уже в декабре состоятся первые за последние 10 лет аукционы по 112 новым участкам. Если уж чиновники видят бестолковость во взаимодействии ведомств, то у производственников мнения о действующих сейчас правилах более чем скептичны. С 2008 года начался спад в морекультуре. И он продолжается, по сути дела, до сих пор практически. Хотя принят закон, и, как говорят, законодательство совершенствуется. А что такое совершенствуется? На мой взгляд, это создаются более лучшие условия для производственной деятельности предприятий. На самом деле, все наоборот. Приняли закон об аквакультуре, на котором мы 7 лет работали. Но когда увидели конечный вариант, мы тогда поняли, что лучше его не принимать вообще. Но, к сожалению, приняли. К этому закону разработано более 20 подзаконных актов. Что такое каждый подзаконный акт? Это каждый новый хотя бы один барьер. Но в этих подзаконных актах они росли, как грибы, как опята вокруг дня. Так что при всех гигантских экспортных возможностях морского фермерства Приморья в какие-то кратчайшие сроки отрасль не появится. Участники конференции хоть и говорят на разных языках, но понимают, надо как-то договориться хотя бы по двум принципиальным вопросам. Праве собственности, наживность и охране морекультурных участков. Пока он у меня в руках, молот это, да, это моё. То я его бросил в воду, оно уже не моё. Потом, пока я его достану, тогда будет моё. Тогда на таком основании я буду его доставать. И много таких вопросов. Это и касается и охраны. Вот охрана, это браконьерство, это, ну, на сегодня, наверное, самый главный бич. Вот, потому что мы своими силами справиться не можем, потому что обязанность охранять свой участок у меня есть, но права на это нет. Свою лепту в разноязыкость этой темы вносит и японский представитель вероятных потребителей нашего экспорта аквакультуры. Несикава сам говорит, что в Японии эта отрасль складывалась столетиями и не стоит рассчитывать на быструю моментальную отдачу капитала вложений. Японские компании, которые производят конечный аквакультурный продукт, купят у нас сырьё, а вот технологиями вряд ли поделятся, поэтому нужно настраиваться на длительный и трудоёмкий процесс. После конференции Несикава говорит нам в отдельном интервью. В Японии есть интерес к морекультуре в Приморье. Здесь замечательные ресурсы. Но просто продажа сырья – это вчерашний день мировой экономики. Сейчас появляются возможности использовать механизмы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. И ваши продукты морекультуры надо обязательно обрабатывать. Это будет большим вкладом в развитие Приморского края и даст новые рабочие места. Я уверен, что из Японии, хоть и с трудом, можно привлечь самые передовые в мире технологии. Если объединить их с вашими ресурсами, куда бы мы ни продавали эту продукцию, везде она будет востребована. Хоть в Китае, хоть в Азии и Европе. Ну а в комментариях в интернете эту мысль нашего японского собеседника приморцы уловили сразу. С нашей аквакультурой все будет хорошо, если избавимся от варварского отношения к морю. Того, что в крови и у обычных жителей побережья, и у приморских бизнесменов. Продолжение следует... Продолжение следует...